Здравствуйте! Это интервью дня и я Константин Ганов. На днях завершился молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития», более известный как АТР. Результат – множество интересных проектов, грантов и открытий. Напомню, исполнительной дирекцией форума выступало Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. У нас в гостях начальник Управления молодежной политики и руководитель форума АТР Екатерина Читошникова. Здравствуйте, Екатерина Викторовна! Здравствуйте! Вот этот форум завершился совсем недавно. Расскажите, чем он вам запомнился? Форум запомнился очень многим, потому что мы работали и для того, чтобы образовательная программа форума была насыщенной, и творческая составляющая, и, конечно, спортивный компонент. Поэтому запомнился форум теми эмоциями, которые ребята, участники форума получили от программы, от того, что они смогли увезти с собой те впечатления, которыми они делились с нами. Вот это мне форум очень запомнился. Ну, а если говорить о том, что увезли с собой, прошла информация, что рекордное количество грантов было получено. О какой сумме идет речь? Да, в этом году действительно так получилось, что ребята смогли выиграть 13,5 миллионов рублей на форуме АТР. Это поддержка Росмолодежи. И, в общем-то, это беспрецедентно, потому что до этого, конечно, к сожалению, меньше было возможностей у ребят. Но это здорово, когда все изменяется, и в том числе наш форум. Поэтому главный проект или, так скажем, самый большой грант, который смогли привлечь ребята на свои проекты, это 2 миллиона рублей. И проект, который называется «Создание универсальной гильзы для функциональных протезов верхних конечностей». Это проект, который на самом деле посвящен разработке специальной гильзы в протезе для того, чтобы наладить технологию изготовления подобных протезов для детей Алтайского края. И будет вот здесь, в Алтайском крае. Да, конечно. Это проект, который выиграли ребята из Алтайского края. Так же, как и многие другие. Вот у нас получается 7,5 миллионов гранты, которые получили ребята из Алтайского края. Мы сейчас со всеми ведем работу. Так же у нас первая волна физических лиц, Росмолодежи. Так же более 3 миллионов рублей дополнительно выиграли ребята. И вот мы интегрируем сейчас эти проекты в одну систему. Я уверена, что это только начало. Ну и значительная часть этих проектов, наверное, все-таки производственная. Один из производственных вы назвали, это изготовление этих протезов. А другие проекты, наиболее интересные, какие вы бы выделили? Один из проектов, который тоже меня очень впечатлил, это проект, который выиграл молодой человек Владимир Купин из Рубцовска. Он посвящен созданию каворкинг-центров, где ребята, которые заинтересованы в том числе международными стажировками, смогут собираться, смогут свои проекты прорабатывать с экспертами. Это инфраструктурный проект. Как раз он получил поддержку 1 миллион 350 тысяч рублей. И, соответственно, ребята сейчас будут работать над наполнением содержания и над оформлением этой площадки в Рубцовске. То есть каворкинг-центр появится в Рубцовске? Да. В Барнауле их уже несколько есть? Конечно, по нарастающей эта история, я думаю, будет складываться. Мы сейчас будем уже активно работаем и с Бийском в этом направлении, и на Валтайской. В общем-то, все образовательные округа нашего региона будут с такими каворкинг-центрами. Я думаю, что это будет очень полезно ребятам. Давайте вернемся к итогам. Все-таки форума, сколько человек там работало? И из каких стран, регионов там присутствовали эксперты и гости? Форум объединил около полутора тысяч людей. Из 74 субъектов Российской Федерации приезжали к нам участники, эксперты. Также у нас 13 стран, если конкретно их назвать, это и Армения, Афганистан, Египет, Киргизия, Казахстан, Китай, Ирак, Монголия, Молдова, Таджикистан. В общем, это совершенно такое разнообразное представительство и экспертного участия, и, конечно же, самих ребят. И они работали на разных направлениях форума. Их, как известно, было у нас 20. 20. Но два из тех, которые мне запомнились, я тоже участвовал в форуме, Я-Профи. То есть это площадка для работы с рабочей молодежью. Насколько удалось найти пути решения вопроса популяризации рабочих специальностей на этой площадке? Площадка произвела очень благоприятное впечатление и на нас, как на организаторов форума. И сама молодежь, она смогла получить то, зачем они приехали впервые на форум. И самое важное, что у ребят этой площадки была возможность поработать помимо замечательных экспертов. Участниками площадки стали губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Миняйло. Уважаемые коллеги работали в течение часа и рассказывали, отвечали на вопросы, поддерживали как раз инициативу ребят, работающие молодежи. Потому что на самом деле сейчас итогом, наработкой этого мероприятия в рамках форума станет создание Межотраслевого совета молодежного актива предприятий «Сибири». На площадке были представители различных организаций Алтайского края. Так, допустим, Дарья Загладина, она председатель молодежного совета новоалтайского предприятия «Алтайвагон». Она впервые приехала на форум АТР, и у них на предприятии создан молодежный холдинг, и сейчас вот такое межсекторное взаимодействие между компаниями нашего региона, как раз благодаря инициативе молодежи, работающей в этих компаниях, оно состоится. И я уверена, что на форуме работающей молодежи, который мы будем проводить осенью, мы уже сможем показать конкретные результаты вот такого вот послевкусия от площадки «Я профи», и дальнейший этап к подготовке форума 2020 будет уже вот заложен. Ну, я на самом деле работал на Алтайвагоне и знаю, что там. Культмассовая работа налажена была всегда очень хорошо, но я не ожидал, что это получит такое интересное развитие. Была еще одна интересная площадка «Агропрорыв». Насколько удалось сделать аграрное направление прорывным? Тоже новое для форума АТР направление. Оно крайне востребовано тоже оказалось. Это результат работы профессионалов. Площадка была организована, так же, как и другие, под руководством Министерства сельского хозяйства Алтайского края и министр Александр Чеботаев. Он провел очень замечательное выступление, мастер-класс, на котором рассказал участникам и про технологические и экономические аспекты ведения сельских производств, рассказал о мерах поддержки аграриев. То есть он давал конкретные кейсы, которые позволили начинающим аграриям, которые были целевой аудиторией этой площадки, понять и дать ответы на их вопросы. Тем более, что мы сейчас, всем известно, что принята государственная программа комплексное развитие сельских территорий. Тоже она направлена на социальное развитие села. И ребята прорабатывали кейсы конкретно, как их предприятие, как их личное участие в развитии территории, на которой стоит их производство, позволит стать более эффективным селу и в целом Алтайскому краю. И тоже интересный, уникальный такой, я считаю, при поддержке Алтайского государственного аграрного университета кейс, был проведен конкурс, самостоятельный конкурс. Кстати, много конкурсов было параллельно конкурсам Росмолодежи на форуме АТЭР. Вот коллеги провели отдельный конкурс. И по итогу 10 лучших проектов с площадки, которые заявились в этот конкурс, были отобраны. Сейчас они все будут под патронатом коллег-экспертов доведены до внедрения. Лучшие победители получили свои поощрения, начиная от планшетов, очень хороших призов. В общем, все то, что молодежи, тоже важно для того, чтобы чувствовать себя эффективным. Поэтому интересным и очень важным показался формат выезда на предприятия. Посетили поселок Дружба, село Бочкари. То есть конкретные технологии производства на предприятиях ребята тоже смогли проанализировать, смогли изучить. И это было очень важно. Ну и я думаю, что это направление будет очень тоже востребованным и в дальнейшем. И на слете сельской молодежи, к которому мы уже сейчас ведем подготовку, он будет осенью. Я уверена, что мы тоже покажем наработки форума АТЭР с тем, чтобы на следующий АТЭР перейти уже после профильного слета. Ну, очень хорошо, что у нас АТЭР прошел под такой хорошей звездой, можно сказать, в том числе и под вашим руководством. Здорово, что есть реальная польза, о которой вы сейчас говорили. Но время, к сожалению, нашей программы подходит к концу, поэтому пора прощаться. Большое спасибо, Екатерина, за интересную беседу и удачи. Об итогах форума «Алтай. Территория развития» мы разговаривали с Екатериной Читошниковой, начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. До новых встреч. Спасибо.